В Артеке собрались финалисты конкурса «Большая перемена». Полторы тысячи самых активных старшеклассников со всей страны прошли серьезный конкурсный отбор. На Черноморском побережье ребят ждет не только отдых, но и борьба за звание победителя и денежные призы. Наш корреспондент Яна Щербатая подключается к эфиру из Крыма. Яна, приветствую. Какие задания будут в финале? Да, Александра, приветствую. Программа у школьников, финалистов «Большой перемены» в этом году очень насыщенная. Здесь, в Крыму, в Артеке собрались полторы тысячи старшеклассников со всей страны. Это самые талантливые, самые активные и самые творческие школьники. Но прежде чем попасть на финал всероссийского конкурса, они проходили серьезный отбор. Так ученики 9-10-11 классов должны были в течение всего этого года придумать, создать и разработать собственные проекты по одному из 12 направлений. Ну, такие направления, как, например, урбанистика, журналистика, предпринимательство, современные технологии или направление, которое называется «Историческая память». И вот по итогам этой работы и отбирались финалисты конкурса «Большая перемена». Это те самые полторы тысячи школьников, которые здесь сегодня, в Артеке, это старшеклассники буквально со всей страны. Конечно, в Артеке они будут не только отдыхать, ведь конкурс все-таки продолжается, поэтому в течение следующих нескольких дней им предстоит решить задачи по четырем направлениям. Направления эти называются «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество». И вот уже по итогам этого конкурса будут определяться победители «Большой перемены». Ну, старшеклассники в этом году поборются не только за звание победителя «Большой перемены», но и за денежные гранты. Так, среди участников, финалистов «Большой перемены», среди одиннадцатиклассников отберут 300 победителей. Это школьник, каждый из них получит денежный грант в размере одного миллиона рублей. Также среди девятых и десятых классов, учащихся девятых и десятых классов, также отберут победителей 300 человек, каждый из которых получит по 200 тысяч рублей денежный грант. Потратить эти деньги ребята смогут на собственное образование, особо актуальная тема. как раз-таки для выпускников, для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. Но я отмечу, что «Большая перемена» в Артеке проходит уже не первый год. И традиционно каждый день ребята, финалисты «Большой перемены» встречаются со специалистами из самых разных сфер. Ну вот, например, если посмотреть на программу сегодняшнюю, то финалисты «Большой перемены» смогут встретиться с олимпийскими чемпионами, предпринимателями, представителями творческих профессий и политиками. Завершится конкурс «Большая перемена» в Артеке 13 ноября. Тогда же и будут известны имена и фамилии победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» для старшеклассников. Александра. Спасибо. О финале конкурса «Большая перемена», который стартовал в Артеке, рассказала Яна Щербатая.